АЛМАЗНЫЙ КРАЙ Решат Нургалевич, каким этот год стал для Мирненского района? Как отразилась пандемия коронавируса? И только ли это негатив или были и положительные моменты? Естественно, 2020 год, который уходящий год, был напряженным. Можно сказать, наверное, вот так одним словом его обрисовать. Это был напряженный год не только для Мирненского района, для жителей Алмазного края, но и для всей нашей республики, страны, да и всего мира. Вот в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности у нас на территории Мирненского района, как и на территории Якутии, был объявлен еще в конце марта. 6 апреля, если вы помните, мы все перешли на режим полной самоизоляции. И в принципе режим повышенной готовности, он действует уже около 9 месяцев. И продлен указом главы республики Саха-Якутия Сен Сергеевича Николаева до 15 января следующего, 2021 года. Хотя, наверное, каждый из нас понимает, что рано еще говорить о победе над COVID-19. И скорее всего, те ограничения, которые связаны с режимом повышенной готовности, будут продлены и в дальнейшем. В нашу жизнь в связи с этими ограничениями вошли такие понятия, как масочный режим, самоизоляция, социальная дистанция, перчаточный режим. На дистант, к сожалению, перешли у нас все почти образовательные учреждения, вы помните. Вначале были закрыты школы, детские сады. Мы пережили эту сложную ситуацию. А затем, конечно, удалось, я считаю, нам удалось в Мирненском районе без таких сложных моментов перейти обучение как в школах, так и в высших учебных заведениях, в МРТК, на онлайн в режиме дистанционного обучения. Потом нам удалось организовать вначале работу дежурных детских садов. В настоящее время все детские сады работают у нас. Ну и школы, они продолжают. У нас есть чисто в очном режиме, есть, которые чередуют дистанционно, очный режим. Есть, конечно, кадетская школа, которая в связи с тем, что там необходимо постоянное пребывание и воспитанника в самой школе, она пока работает у нас в дистанционном режиме. Это школа, которая находится в кадетской поселке Чернышевске. Мы сейчас вот уже, наверное, забыли, помните, когда начался режим повышенной готовности, все ринулись в магазины, что все, ничего не будет. Я помню, когда вот первый давал еще интервью, призывал жителей Мирненского района не создавать ажиотаж, не закупать в речку консервы, муку, растительное масло, что у нас достаточно. Мы уже были тогда, как раз у нас закончился период зимника, мы ждали навигацию, но товаров было зависено. Ажиотаж, конечно, очень быстро прошел, и очень хорошо, что хотелось бы поблагодарить жителей Мирненского района в первую очередь, что у нас вот не было таких напряженных ситуаций, которые могли бы быть. И мы же так, наверное, и воспитаны здесь, в том числе на севере, что если что-то случится, обязательно что-то должно пропасть в магазинах. И вот надо его закупить, чтобы оно было в достатке. Следующее у нас, конечно, мы, ограничения были связаны с работой предприятий торговли, сферы услуг. То есть, ну, здесь каждый, он соприкоснулся, житель Мирненского района, повторяю, вот с теми мерами, которые были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции. Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто с пониманием отнесся к этой ситуации. Это, ну, все, наверное, это и предприниматели, это и продавцы, которым было трудно начали, покупателям, которые не хотели носить маски, не верили в то, что вот коронавирус, а мы же, помните, с вами, благодаря тем мерам, которые были приняты, начиная от прилета самолета в аэропорт города Мирного или в аэропорт Полярный, были сделаны ограничения, и два месяца почти у нас не было ковида-19, и люди немножко расслабились. Потом, вот когда появились первые случаи, люди опять немножко собрались, мы пережили несколько волн, действительно, этого страшного заболевания. Мы, хотелось бы, благодарить, конечно, и врачей, весь медперсонал, ну, и водители автобусов, и авиакомпанию «Алроса», и руководство акционерной компании «Алроса», и наших недропользователей, которые, ну, мы все вместе, вот здесь действительно я могу, подводя итоги года, сказать, что 2020 год показал, что если мы все вместе боремся с какой-то неприятностью, с каким-то вот тяжелым, то неожиданными какими-то явлениями, то мы можем справиться. Я считаю, что жители Алмазного края достойно выдержали вот эту первую и вторую волну пандемии, распространения коронавирусной инфекции. Самое главное, какие итоги, мы уже все прекрасно понимаем, что жизнь у нас поменялась. Мы никогда уже не будем жить так, как жили до ковидного, так скажем, периода. Вот, и, наверное, самое новое, что появилось, мы привыкли жить онлайн, мы привыкли работать дистанционно. Хорошо или плохо, это еще покажет время, но вот те изменения, которые произошли у нас вот с конца марта месяца, я думаю, они отразились на нас навсегда. Решат Нургалевич, какие социально-экономические события 2020 года стали самыми значимыми для Мирненского района? Конечно, в уходящем 2020 году у нас была не только пандемия, не только борьба с коронавирусом, но были, наверное, приятные и хорошие моменты. Мне хотелось бы некоторые из них отметить. Во-первых, для меня, как для главы района и для муниципальной сферы, очень приятно, что мы в этом году, 1 сентября 2020 года, ввели долгожданную новую школу на 270 мест в поселке Алмазном, о чем уже давно многие говорили и несколько раз их обещали построить со стороны и правительства, и со стороны районных властей. Почему вот это я выделяю на первое место именно вот новой школы? Ну, во-первых, это крупный социальный объект для всего района, а во-вторых, это первая школа в нашем районе, которая построена не акционерной компанией, Алросом или Трестом Якуталмаз. Последняя школа в Мирненском районе была построена в 2008 году компания Алроса, это школа номер 19 в городе Удачном, а вот школа в Алмазном, это первая школа, построенная уже не компанией Алроса, не ее подрядными организациями, а именно муниципальными службами с привлечением подрядчиков за деньги местного районного бюджета и бюджета республики Саха-Якутия. У нас о финансировании строительства этой школы было 50 на 50. Половина затрат взял республиканский бюджет, половина затрат районный бюджет. А второй крупный объект, тоже долгожданный, это вот моста через реку Малая Бетобия, где были понтонные мосты, где было очень много проблем всегда, и весной, и летом во время, особенно когда были дожди. Вот в августе 2018 года мы почти изолированы были по федеральной дороге Вилюэс-Якутском. Это современный хороший мост, построенный за счет федеральных средств, на, и я очень надеюсь, что на федеральной дороге Вилюэс, что когда-то такая же шикарная асфальтированная дорога будет у нас не только через мост Малую Бетобию, но и от города Мирного до Якутска и самое главное до Усть-Кута. Дальше можно выделить, что в городе Мирном был введен по программе переселения ветхого и аварийного жилья по соглашению с акционерной компанией Лароса новый 71-квартирный дом. Это тоже большой объект для города Мирного. 71 семья справит. Вот Новый год, я надеюсь, уже новоселье в этом доме. Ну и самое главное, будет снесено 6 многоэтажных деревянных ветхих и аварийных домов в городе Мирном. В этом году мы ввели, уже, наверное, многие забыли, в самом начале этого года новое здание филиала МРТК в поселке Айхал. Было принято окончательное решение о газификации города Удачного. Это очень-то же очень важный проект. Причем речь идет не только о том, что у нас газопровод от Тасюряха будет достроен теперь до Удачного, то есть пройдет с юга на север через весь Мирненский район, но в программу включено и модернизация, и реконструкция самого промысла, там, где добывается газ, на предприятии Малороса Газ, рядом с селом Тасюрях. Прошли все необходимые уже процедуры и определен подрядчик строительства взлетно-посадочной полосы в городе Мирном. Буквально, я надеюсь, в ближайшее время мы узнаем подрядчика, кто будет строить новый аэровокзальный комплекс в городе Мирном. Принято окончательное решение, прошли уже публичные слушания, и проект находится на госэкспертизе. Это капитального ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Полярный, о котором неоднократно ставили жители города Удачного и поселка Айхал. Вопрос о том, что необходимо заниматься. Ну и, наверное, вот тоже такой приятный момент. Мы, например, в этом тысячелетии, в этом веке, как я говорил, построили в Мирненском районе новую ГЭС Светлинскую, три подземных алмазных рудника и, наконец-таки, первый коровник. Животноводческий комплекс на 200 мест село Сельсуль-Дюкар, на открытие которого приезжал и председатель правительства республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Это очень важное событие для сельского хозяйства Мирненского района, потому что, во-первых, завезена новая порода скота, это якутская корова, якутский скот. Сельсуль-Дюкар, я считаю, сейчас переживает новое возрождение с водом этой фермы и дальше будет развитие, тем более, если мы достроим туда дорогу. Сейчас буквально до конца года она уже проложена, там будет венена оптика, будет высокоскоростной интернет. Сельсуль-Дюкар был последним населенным пунктом, где не было еще интернета, долгожданного у нас современными его понятиями. Это произойдет. То есть для Сельсуль-Дюкара вот этот 2020 год действительно был таким поворотным, судьбоносным для перспективы на дальнейшее развитие. Ну и в этом году были выделены наполнительные средства на ремонт автодороги Аннабар. Я считаю, благодаря личному участию главы республики Асен Сергеевича Николаева у нас осенью были работы на Аннабаре. Выделены деньги на проектирование и в следующем году мы ждем долгожданного асфальтирования дороги федеральной дороги в Вилюю в сторону. Ленска будет положено первые 10 километров долгожданного асфальта. Правда, это будет почти посреди вот этого пути между Мирным и Ленском, но это будет сделано. Ну и у нас открылся IT-центр в городе Мирном в начале декабря. В январе, наверное, многие уже забыли, что мы отпраздновали очень широко 55-летие Мирненского района во всех поселениях. Нам еще до пандемии удалось провести торжественные собрания с награждениями. Я лично побывал во всех населенных пунктах у нас, и мы с концертами выезжали, с выставками. Ну и другое немаловажное событие, которое, наверное, тоже уже где-то потерялось в памяти, хотя ему только полгода, это участие мирненцев, довольно активное во российском голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Так что на самом-то деле год, кроме пандемии, еще был довольно насыщенным, бурным и напряженным. Ну и нельзя забывать о том, что в этом году у нас прошли в сентябре выборы глав муниципальных образований. Жителями населения Мирненского района были избраны новые главы в пяти муниципальных образований. Это глава муниципального образования поселок Айхал, глава муниципального образования поселок Светлый, глава Чуонинского наслега, глава Садынского венкийского национального наслега и глава Ботобинского наслега. Расскажите о программах, которые реализуются с участием республиканского и федерального бюджетов. В этом году необходимо отметить, администрация Мирненского района как никогда принимала активное участие вместе с поселениями в различных грантах, конкурсах, которые проводились как на федеральном уровне, так и на уровне республики. И если говорить о сумме финансирования, то уже за 10 месяцев от уходящего 2020 года муниципальным бюджетами Мирненского района поселений получено более 350 миллионов рублей на софинансирование различных национальных и федеральных программ. Но если говорить, например, открытие IT-центра, мы получили деньги, оборудование за счет республиканского бюджета. Мы открыли буквально недавно пять новых цифровых пространств в школах, в пяти школах Мирненского района. Одна школа в Удачном и четыре школы в городе Мирном. Мы открывали точки роста в этом году. Значит, различные по... Оно до алмазик принимало участие. Наши автономные, ну, некоммерческие организации принимали участие. То есть, вот еще раз подчеркну, что в 2020 году мы, наши бюджеты, получили значительные денежные вливания благодаря участию в федеральных и республиканских конкурсах и грантах. Ну, а если говорить об участии республики и России, то уже в ближайшее время, я думаю, это будет заметно. Ну, МОСТ, это федеральный проект через Малую БТОБИУ. Это будущее асфальтирование, реконструкция федеральной дороги Вилюй. Я говорил про дорогу Анабар. Были выделены в этом году дополнительные средства. Будут в дальнейшем выделены, в том числе на ремонт мостов от Мирного до Удачного. Это реконструкция аэропорта в Полярном. Это федеральные деньги. Это более 50% финансирования. Ну, это почти все федеральные деньги на взлетно-посадочную полосу. Значит, у нас за счет средств компании будет строительство только аэровокзального комплекса. То есть, на самом деле, у нас, ну, можно сказать, десятки миллиардов рублей в ближайшее время должны прийти из федерального республиканского бюджета на софинансирование строительства различных крупных объектов. И мне хотелось бы отметить, что на самом деле за всем этом стоит многолетняя, большая работа и специалистов администрации района, поселений, ну, и наших основных предприятий, как акционерной компании Алроса, наших и других недоропользователей. И я еще хотел бы отметить, что у нас же и вот то, что развивается нефтедобывающая промышленность, это тоже частично и частные средства, в том числе и федеральные. Решат Нургалевич, вы уже рассказали о том, что у нас появился мост через Малую Батуобию. Но все-таки для каждого мирненца вот вопрос, который уже возникает из года в год, когда у нас появится круглогодичное сообщение с Якутском, ну, и вот вы уже тоже рассказали про Сюль-Дюкар. Это единственный населенный пункт, который не имеет постоянного сообщения с городом мирным. Ждать ли сюльдюкарцам в следующем году наконец-то круглогодичной дороги? Если вот так говорить глобально, то все озвучивают цифру 20-30, то есть в районе 2030 года, который, поверьте, также незаметно наступит, как и вот прошел 2020, и наступил 2021 год. По дороге в Сюль-Дюкар здесь более все ясно и понятно. В следующем году мы должны достроить шестой этап, значит, оставшиеся несколько километров. Дорога будет завершена строительством официально, но необходимо построить два мостовых перехода. В этом через реку Сюль-Дюкарку и ручей, который протекает рядом с самим селом Сюль-Дюкар. В этом году у нас софинансированием республиканского бюджета сделано проект изыскательной работы, подготовлен проект, и мы очень надеемся, что республика также выделит нам деньги на строительство этих мостовых переходов, а эти крупные деньги, более 100 миллионов рублей два мостовых перехода. И мы надеемся, если в 2021 году мы завершим строительство дороги, то мостовые переходы у нас планируются в 2023-2024 году. В следующем году поселок Айхал отметит юбилей, 60 лет. Но не все так радушно сегодня в поселке, жители обеспокоены оптимизацией в Айхальском комбинате. Как вы оцените сложившуюся ситуацию и какая судьба ждет поселок? Действительно, Айхальцево беспокоит будущего поселка Айхал. Это было связано еще и до ковидных времен. Все понимают ситуацию с истощением минерально-целевой базы алмазодобывающей промышленности в районе Айхала. Те трубки крупные, которые были, они уже отработаны. Это и сама трубка Айхал, сейчас только подземная идет отработка, это и трубка комсомольская, это и трубка сатыканская. Пока, конечно, Айхал выживает за счет трубки юбилейной, одного из крупнейших сейчас месторождений, где идет большие объемы в компании Алроса по добыче горной массы и руды, и трубка заря, которая в настоящее время, вы знаете, пока приостановлена в добыче в связи с низкой рентабельностью. В этом году создана рабочая группа, значит, у нас совместно со специалистами компании Алроса, правительством республики, Мирненским районом и администрацией поселения. Компании Алроса подготовлено три сценария варианта развития событий до 2030 года и дальше. Самое главное, что по всем этим трем сценариям негативные, позитивные и нейтральные до 2025 года уменьшение численности работников Айхальского ГОКа не запланировано. То есть там даже во всех этих трех сценариях запланировано незначительное, но есть увеличение численности работников Айхальского ГОКа. В связи с этим ни о каком сокращении социальной сферы конечно в Айхале не планируется. Буквально вот несколько дней назад было совещание при первом заместителе председателя правительства Алексея Засимовича Колодезникова, где мы озвучивали позицию района и администрации поселка Айхал, что у нас в планах конечно может быть закрыт один детский сад в старом Айхале в связи с уменьшением численности детей, может быть закрыт еще один детский сад если конечная рождаемость в Айхале упадет. Школы 5 и 23 будут работать в Айхале и мы надеемся, что они наконец-таки перейдут в односменное обучение как и положено у нас сейчас по федеральным стандартам. Будет работать у нас Центр дополнительного образования детей, будет работать музыкальная школа, она тем более расположена в здании школы номер 23, будет работать Айхальский филиал МРТК, будет работать и больницы. Никакого уменьшения там медперсонала у нас не запланировано, тем более учитывая ту сложную ситуацию, которая есть на данный момент. Самый главный вопрос, конечно, по Айхалу это стоит по продаже жилья теми работниками компании Алруса, которые попали под сокращение и планируют выехать. Вот это самый главный вопрос для Айхала. В связи с этим у нас было принято решение совместно с правительством, с компанией Алруса, это ускорение федеральной программы адресной по переселению из ветхого аварийного жилья и в Айхале она досрочно первой завершится на территории Мирненского района уже в следующем году. Все, что мы должны были там предоставить жилье, переселить и снести дома до 2025 года, это все завершится 2021 годом. К сожалению, по Айхалу есть еще так называемый старый Айхал, есть балки, есть дорожный, по ним рассматривается целый ряд мер и я думаю, что нам совместно с компанией Алруса, с районом, поселением и республикой мы найдем какие-то мероприятия, самое главное финансирование для того, чтобы действительно те жители поселка Айхал, которые в силу объективных причин остались без работы, смогли по достойной цене реализовать свое жилье и выехать туда, где они хотят продолжить свою трудовую деятельность или дальнейшую жизнь. Решат Норгалевич, какие приоритеты у районных властей в 2021 году и на какие главные проекты будут направлены бюджетные средства? Ну, в администрации района сформулировано уже 15 целевых задач на следующий 2021 год. Первая задача это, конечно, оказание содействия в нераспространении новой коронавирусной инфекции. Я говорю, что мы все прекрасно понимаем, что одномоментно в 24 часа, когда, значит, куранты отобьют, пробьют, время, значит, у нас эпидемия пандемия не закончится и она будет продолжаться, пока не будет в полной мере охвачены все вакцинации, но и будут приняты другие меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Второе, это у нас реализация плана антикризисных мероприятий. Тоже, как и в других компаниях, значит, у нас разработан план антикризисных мероприятий, который предусматривает, значит, поиск увеличения доходной части бюджета, сокращение расходной части, оптимизации сотрудников администрации, запланировано у нас уменьшение на 5% численности администрации района и до 10% уменьшения численности муниципальных служащих, которые работают в администрации Мирненского района. Такие же антикризисные планы должны быть разработаны и в других муниципальных образованиях Мирненского района, и мы будем тоже их контролировать. Это, в первую очередь, связано, конечно, со снижением доходной части бюджета и Мирненского района, и всех наших поселений. Дальше это у нас, вот о чем вы уже спрашивали, это активное участие в национальных проектах, федеральных и республиканских грантов. Поставлена как бы максимальная задача, самое главное, максимально привлекать сюда деньги из федерального и республиканского бюджета на развитие, социально-экономическое развитие Мирненского района. Следующая задача это у нас расширение предоставления спектра муниципальных и государственных услуг онлайн, дистанционно, электронно, без личного контакта. Это вынуждает нас и закон, который об этом говорит, ну и та ситуация, в которой мы сейчас находимся. Другая задача у нас, она уже несколько лет у нас одна из первоочередных, это дальнейшая работа с недропользованием, привлечение ихних средств для улучшения социально-экономического благополучия жителей Мирненского района, в первую очередь жителей той территории, где они работают. Это Батуобинский, Чуонинский наслег, ну и Садынский, Венкийский национальный наслег. На следующий год у нас сейчас заключен контракт, мы должны почти завершить строительство нового 71-квартирного дома для бюджетников на улице Московской. Вы знаете, он должен был введен еще в 2018 году, но в связи с тем, что застройщик оказался недобросовестным, это известная уже для многих Мирненцев фирма «Строймонтаж-2002», мы судили с ними и вот сейчас как бы все суды наши закончили, мы объявили новый акцион и новая фирма из Якутска будет достраивать в следующем году этот дом. Естественно, он не будет введен в четвертом квартале, его ввод будет в начале 2022 года. Следующее, это мы начнем строительство долгожданного дворца детства, тоже очень такой интересный проект, мы его долго обсуждали, целый ряд было тоже проблем с этим проектом, но наконец-то он прошел госэкспертизу, проведен аукцион, выиграла московская фирма, которая будет строить этот дворец детства в городе Мирном, ввод его запланирован в 2022 году, это на базе тех недостроенных помещений, которые расположены в 10 квартале, это территория рядом с Мирненским политехническим институтом. Самое главное, что компания «Лороса» подтвердила и часть своих обязательств выполнила, она выделила 230 миллионов рублей из более 300 миллионов на строительство этого дворца детства. Первый транш, а в сумме 115 миллионов рублей мы уже получили, и я всем говорю честно, что когда мы ведем этот дворец детства, он будет очень современный, с использованием всех современных достижений, это будет самый, наверное, лучший подарок компании «Лороса» детям, города Мирного, ну и всем детям Алмазного края. Дальше мы должны достроить дорогу, я говорил, до Сельдюкара, завершить все проекты по строительству мостовых переходов, пока проекты для того, чтобы получить финансирование, это продолжить газификацию жилья не менее 20 домов в Тасюряхе, асфальтирование центральной улицы, центра Батуобинского наслега, ну и будет на контроле у нас оставаться программа переселения из ветка аварийного жилья, это завершение в Айхале, продолжение в Мирном, Светлом, и подготовка к реализации этой программы с 22-го года в Чуонинском наслеге, муниципальном образовании поселок Алмазный, там тоже у нас крупные, вот они более поздно отошли по федеральной программе, но там тоже будет у нас значительно выделены федеральные средства на переселение из ветхоаварийного жилья жителей поселка Алмазный и жителей села Орлах. Также у нас целый ряд будет социальных новых проектов, это значит у нас по школе третьего возраста мы будем продолжать работать и расширять ее, то есть привлекать новые направления, это у нас все-таки мы планируем организовать дни открытых дверей муниципального образования Мирницкий район, раньше мы выезжали в каждое поселение, сейчас поставлена задача уже с использованием новых информационных технологий, чтобы каждый житель Мирницкого района смог через определенные приложения задать свои вопросы, получить консультации в реальном времени по тем или иным вопросам, которые у него есть к администрации Мирницкого района. И у нас конечно еще будет сайт по социальной поддержке населения мы разрабатываем Мирницкого района, ну и дальше у нас еще в программе целевая задача это реализация дорожной карты по переходу на односменное обучение в школах города Мирного, поселок Айхал и город удачный в остальных школах у нас везде учатся в одну смену. Ну и была целевая задача, но мы решили, что ее уже выполнили, чтобы у нас полутора лет все дети могли устроены быть в детские сады. Решат Нургалевич, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. На этом наше интервью подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова